В Ленинском муниципальном районе подвели итоги полугодовой работы и уточнили первоочередные задачи на ближайшее будущее. О современном состоянии территориального образования и планах его дальнейшего развития шла речь на совещании районного актива. Слово нашему корреспонденту Татьяне Акимовой. План первого полугодия по доходам в Ленинском районе выполнен на 109%. По данным, на начало июля в казну поступило чуть меньше 2 миллиардов рублей. Все поселения района выполнили бюджет со значительным опережением. Например, сельское поселение Развилковское вышло на цифру 148%, а поселение Молоковское – 141%. Основное перевыполнение плана сложилось по земельному налогу. Не только доходы мы получили сверхзапланированного объема. Мы еще очень дружно сработали по расходованию денежных средств. И показатель расходования денежных средств у нас хороший. А это значит, что все намеченные программы, все планы у нас реализуются в установленном порядке. Больше всего средств бюджета, около 70%, потрачены на образование – 816 миллионов рублей. Сейчас полным ходом идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В 10 школах ведется косметический ремонт, в трех – капитальный. В Молковской школе заменят технологическое оборудование пищеблока. Появятся в районе и новые образовательные учреждения. 1 сентября распахнут двери два детских сада. Кроме того, сегодня активно ведутся работы по продвижению строительства Молковской. Больницы и инфекционного корпуса Видновской клинической больницы. Основная задача на второе полугодие 2014 года – передача имущественного комплекса муниципального здравоохранения в собственность Московской области. В бюджете 2014 года сохранены все направления социальной защиты. На проведение мероприятий по социальной поддержке населения за шесть месяцев израсходовано более 30 миллионов рублей. Очень много выполнено мероприятий по направлению труд и заработная плата. Мы приняли трехсторонние соглашения о минимальной заработной плате в районе. Мы четко выполняем майские указы президента по поэтапному повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это учителя, это врачи, это работники культуры. В числе приоритетов создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На создание дополнительных объектов доступности выделено более 2 миллионов рублей. Традиционно большое внимание уделяется спорту и культуре. В настоящее время завершилась экспертиза проектно-сметной документации по строительству детской школы искусств поселка Развилка и реконструкции стадиона «Металлург». На выполнение работ предусмотрено 422 миллиона рублей. В планах на второе полугодие ремонт центральной библиотеки, районного историко-культурного центра, двух залов у дворца спорта «Видное» и хоккейной коробки на стадионе «Металлург». А это еще почти 6,5 миллионов рублей. Подводя итоги первого полугодия, Сергей Кошман отметил, что успешная работа в начале этого года станет хорошим заделом на ближайшее будущее. Следующий год межбюджетных отношений, но вступающих в силу, будет для района непростым. Он непростой для всех муниципальных образований. Но вот тот запас наших усилий и нашей работы, которую мы сделали за предыдущие годы, особенно в этом полугодии, он достаточно серьезный. Безусловно, мы ставим перед собой задачи. Мы смотрим на перспективу и думаем, что какая бы ситуация финансовая, экономическая, политическая не сложилась, район останется, был и останется социально ориентированным. С завершением встречи с активом района стало традиционное вручение наград отличившимся работникам и руководителям организации и предприятий. Знаком отличия за заслуги перед Ленинским районом был отмечен Николай Годин, механизатор колхоза имени Горького, занявший второе место на конкурсе «Пахарь-2014». Николай более 40 лет трудится на земле. Он потомственный крестьянин. У меня мать трактористка была, отец трактористом, всю жизнь проработали. И я пошел 16 лет, 45 лет на тракторе. Последний остался из магикан, который у нас есть. Ольга Полянина тоже продолжатель семейных традиций. В детстве у нее было два пути – стать врачом или педагогом. Она выбрала первое и ни разу об этом не пожалела. В 18 лет Ольга работает в Видновском роддоме. Здесь меня научили мои учителя, Тавра Николаевна, Верпална Пальмовская, эти доктора до сих пор, главный врач, заместитель главного врача. Это мои учителя, с которыми я работала, когда пришла еще в интернатуру. Ольга Полянина была удостоена знака главы за личный вклад в развитие района. Всего в этот день заслуженной награды получили 35 человек. И пока такие самоотверженные люди живут здесь, Ленинский район будет развиваться. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.